Повторяется в церкви впервые. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. И, если мы хотим узнать пророчество Якова по поводу его третьего сына Левианам, естественно, надо вернуться к пророчеству Якова о Симеоне, потому что, помните, он дал им двоим. Одно пророчество. Вчера мы этот отрывок писали, зачитывали. И тогда мы переходим к пророчеству Моисея о колене Леви. И мы рассмотрим это пророчество в трех частях. И мы найдем одну из них в Второзаконии 33 главе, с 8 стиха, 8, 9, 10, должно быть так. И о Левии сказал, «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и о матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят и завет твой соблюдают. Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Сначала мы рассмотрим восьмой стих. Где говорится о двух вот этих камнях суда, Тумим и Урим. Сегодня утром я читал интереснейшую статью. Она была напечатана на новостях израильских. Они верят, что они нашли камень Урим. И сейчас они проводят расследование, соответствует ли это действительности, но очень большая вероятность, очень высока вероятность, что они нашли камень Урим. И раввины уже сходят с ума. Потому что они верят, что это еще один признак прихода Мессии. И, естественно, восстановление храмового служения. So, it's an interesting article. I'll be following what it says. But as I said, there were a number of very compelling examinations already taken place to prove its identity. И некоторые произведены были опыты и эксперименты над этим камнем, чтобы доказать, что это такие Урим. Okay, but that's an aside tonight. We need to... Но это всего лишь через интернет, поэтому еще надо проверить. In the blessings Moses has for Levi, he is actually praying to God on the tribe's behalf. On the tribe's behalf? Yeah, he is praying for the tribe. Вообще, пророчество Моисея Олевии больше звучит как молитва за это колено. Okay, so his blessing is actually in the form of a prayer. То есть здесь мы видим, что его благословение идет в форме молитвы. Okay, I'm going to give you a few definitions now to help you to understand this particular piece of scripture. Okay, the word thumimin. Итак, слово thumim. It means completeness, integrity, or perfection. Do you need five words? Integrity. Integrity. It's, you know. Honesty, truth, truthfulness. Правдивость. Также правдивость. Yeah. The urim means flame or light. There were a number of pictures on the internet also this morning showing that stone that they believe could be the urim. Также в интернете, вот когда я читал сегодня про урим, показывали этот камень, который есть вероятность, что он урим. And they were holding it up to the light. Они его на свет поднимали. And the light was coming through it. И свет ясно проходил сквозь камень. But what they noticed when they did that was that there are two Hebrew letters inside the stone. Not engraved on the stone. Они не начертаны на камне. Они внутри. То, как сейчас, это делается лазерной техникой. I will, maybe, if you want, during the break, I can show you. Во время перерыва, если вам будет интересно, подойдете. Он попытается вам это показать. For those who are interested. The Thummim and the urim were objects placed on the breastplate of judgment. Эти два камня, Thummim и urim, они помещались внутри этого наперсника судного. Чтобы первосвященник, так сказать, носил на себе суд Израиля. Now, some people say that the stones were actually, because the thing was folded, the stones were actually inside a little pocket. Говорят о том, что, помните, мы читали, что наперсник был сделан двойной, и многие утверждают, что сбоку был как бы карман, где носились, хранились эти два камня. Okay. Now, it's difficult to decide which would have been true or not because of the way the text is written. Тяжело распознать, как это достоверно было по тексту, который написан. Okay. In the translation that I use in Exodus 28, verse 30. В переводе, который я использую в исходе 28, главе 30 стих. It says, also put the urim and the thummim in the breastplate, so that they may be over Aaron's heart whenever he enters the presence of the Lord. Thus, Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord. Исход 28, verse 30. На наперсник судны возложи у уирим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господнем. У нас написано, на наперсник возложи. На английском переводе звучит внутри, чтобы он носил у сердца. Есть много разных теорий и историй, как это работало. Некоторые утверждают, что камни начинали светиться, когда Бог давал тот или иной ответ, или да, или нет. Те, которые утверждают, что был карман внутри, говорят, что первосвященник на ощупь доставал какой-то из камней. И вот когда он доставал, такой ответ и ожидался. И если один камень доставался, тогда ответ был да, если другой, ответ нет. Но, наверное, больше сотни есть теорий и историй, как это могло бы быть, согласно раввинам, как это типа работало. Но, естественно, никто сегодня не знает, как это было достоверно. Но то, что достоверно мы знаем, что если необходимость была в принятии важного решения, и по-другому его нельзя было решить, тогда Бог обещался с первосвященником через эти предметы, и таким образом сообщал, что бы он хотел, что было сделано. Как я сказал, никто не знает, что это было 100% уверенности, что эти предметы действительно были. И 100% все-таки нет уверенности, где, как находились эти предметы. Генеральная опьянка, что это были гемстоны, из-за одного или другого. Также считается, в общем, что это были, своего рода, тоже драгоценные камни, Урим и Тумим. Но мы слышим только их названия, Урим и Тумим, и не знаем, какой уровень драгоценности в них был. Молитва Моисея была такова, что Божий свет, чтобы он пребывал на колене Левия. Потому что он призван был быть святым перед Господом. Поэтому для левитов было крайне важным, для того, чтобы они могли слышать от Господа. Чтобы они могли иметь развлечение между добром и злом, между хорошим и плохим. Они были те, кто принимали решения, Например, когда царь Давид должен был идти на войну, он призывал первосвященника. Он задавал вопрос первосвященнику, чтобы тот ответил либо наедине Бог первосвященнику, либо чтобы он уже царь упрямо ответил. И тогда ответ приносился священниками или главным первосвященником того времени. Так же это использовалось для суда, то есть когда двое не могли поделить какую-то ситуацию. То есть это на таком бытовом уровне принимался суд, и так же на национальном уровне, когда решался вопрос важный для всего народа. И принималось решение, что делалось правильно, а что нет. Как верующие, как те, которые имеют Дух Святой среди нас, мы должны приносить свет, как Иешуа принес свет в этот мир. Это тот образ, которым мы приносим правильный суд, правильное правосудие. Что Дух Святой говорит в наши сердца? Как Он ведет нас? Как Царь Давид приходил с очень многими решениями к Господу, и помним, да, что Царь Давид, он был солдатом, и он очень много участвовал в битвах. И он, как полководец, который участвовал много лет в битвах, мог бы уже сам говорить, а, я знаю, как это делается, пойдем и сделаем. Но Писание очень часто показывает нам, что вместо того, чтобы принимать самому решение, Давид призывал к Богу, Давид призывал к первосвященнику, и он получал четкие инструкции, и получал от него советы, как делать и как воевать. Так и мы должны быть готовы принимать четкие указания, прямые инструкции, непосредственные, если мы прислушиваемся к Духу Святому. Наши осуждения не должно основываться на внешних, не на том, что мы видим, не на внешних факторах, не то, что мы видим своими человеческими глазами. Но мы должны судить судом праведным. И поэтому нам необходимы советы, консультирования Духа Святого от Господа. Иоанна, седьмая глава, 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Иоанна 7, 24. Это очень важно, крайне важно, чтобы мы выучили с вами этот урок. Внешность может быть обманчива. Что-то или кто-то может выглядеть очень хорошим, приятным, красивым снаружи. Но то, что происходит внутри, вот понимать и знать эти вещи, мы сможем, когда мы будем стоять в близком контакте рядом с Богом. Знать истину даже за тем, что мы видим нашими естественными глазами. Научиться использовать свои духовные глаза, а еще важнее духовное понимание, ощущение. Чтобы вы видели вещи теми, какими они по-настоящему являются. Не так, как они являются и проявляются внешне. «Во всех жизненных решениях». Тут вообще я у себя в записях написал «Во всех жизненно важных решениях». Но я думаю, что я поменял свое мнение, что не во всех жизненно важных, а во всех решениях по жизни вы должны учиться видеть Божьими глазами. Бог очень часто нам показывает определенные вещи, чтобы испытывать нас. Окей, remember it says here in the beginning of that verse, wait a minute, here, in Deuteronomy 33, 8, в Таразаконе 33, 8, вначале. Now it talks about the Урим и Натсумим, or the Thummim и Натурим. Тут написано «Атумиме и Уриме». It says, «You tested him at Masai. You contended with him at the waters of Мереба». Тут написано, что «Которого ты искусил в Масе или испытал другими словами, и с которым ты припирался при водах Меривы». «Левиты были испытаны у Масы». И это слово, это название также означает «испытание». Масса. И хорошо прочесть эту историю, она находится в исходе 17 главе. Exodus 17, 1-7. Listen carefully to the word. А с 1 по 7 стих. Исход 17, 1-7. «И двинулось все общество сынов Израилев из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорил, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждаю нас и детей наших, и стада наши? Моисей воззапил Господу и сказал, что мне делать с народом с ним? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударял по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек вместо тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И так первое название Маса означает испытание, а Мерива означает препирательство с Богом, спор, препирание с Богом, all of the things we regularly do, okay? Маса означает испытание, Мерива означает препираться с Богом, спорить. Хорошо посмотреть еще в числа, в 20 главу, с 1 по 13 стих. И пришли сыны Израиля и все общество в пустыню Син, и в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея, и сказал, «О, если бы мы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы вывели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привезти нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу в скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господне. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери с общества. Ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. А так как ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезла, своим дважды. И потекло много воды и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа всего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли вы в распорю сына Израилева с Господом, и он явил им святость свою». Два отдельных случая. Некоторые думают, что это описывается одно и то же событие, но на самом деле это два разных события. Когда Израильтяне роптали и жаловались против Моисея и Аарона, Леви was the only tribe to remain faithful to their God-given leadership. Колено Леви осталось единственно верным. However, и продолжали служить Богу. At Meribah, Моисея и Аарон reacted to Israel in a way that displeased the Lord, and as punishment, they were not allowed to go into the promised land. They did something that God didn't like. They both did. They got angry, yes. Not people, Моисея и Аарон. Yeah. В этой ситуации, can you repeat just a sentence? Okay. When the rest of Israel complained against Моисея и Аарон, когда весь народ израиля жаловался против Моисея и Аарона, Леви was the only tribe to remain faithful to the God-given leadership. Okay. Moses and Аарон. To be clear. However, at Meribah, Moses and Аарон reacted to Israel in a way that did not please the Lord. And as punishment, they were not allowed to go into the promised land. Now, Scripture tells us that Moses was a very humble and patient man. in Numbers, chapter 12, verse 3. Числа, 12-я глава, 3-й стих. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Okay. But even Moses at this particular point got fed up. Но даже Моисей в этом случае не выдержал. And in his anger or in his irritability he reacted out of that. Instead of listening to what God had said. Okay. And it cost him his entrance into the promised land. И это стоило ему его входа в обитованную землю. Аарону. Так что для нас это также должно быть уроком, что когда вы становитесь раздражительными, злыми, будьте осторожны, что вы говорите. это может иметь очень сильные последствия. Поэтому лучше всего вообще не реагировать во время злости и раздражительности, ну то есть не отвечать. если вы находите себя в этом состоянии, что вы гневаетесь, возьмите лучше время остыть и очень внимательно думайте, что вы говорите и как вы ведете себя. Бог позволяет нам столкнуться с такими моментами испытания. И иногда Он даже будет сражаться, бороться с нами, как Он это делал с Яковом, чтобы показать нам, где мы с вами стоим духовно. И всегда хорошо об этом помнить. Когда вы в очень невозможных ситуациях оказываетесь, или когда что-то возникает невероятное в вашей жизни. Okay? Think about what happened also with Яков. С Моисеем, с Аароном. Okay? In Proverbs 17 verse 3 говорит нам, плавильное для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Okay? The Lord will test our hearts. There will be situations which reveal our level of spiritual maturity. притча 17 3 всегда будет показан уровень вашей духовной зрелости. And the Lord uses them to let us know whether he is pleased or displeased with how we think or act. to показать нам где он доволен а где он недоволен тем как мы реагируем. Okay? These are lessons that we can learn from these scriptures. But now the prophecy of Moses continues in Deuteronomy 33 verse 9. Yeah, this is the second part that we're looking at. It was more important to the tribe of Levi to obey the Lord than to have any regard for friends or family. Для колена Левия, вот если вы будете читать 9 стих, для колена Левия гораздо важнее было слушаться Бога и выполнять его установления и заповеди, чем получать какое-то regard the same reward. To have reward, not reward. Respect, esteem, affection. внимания от своей личной семьи и родственников и друзей. Послушайте очень внимательно. Для них было главнее послушаться Бога, чем прислушиваться к мнению других людей. Когда Израильтяне к золотому тельцу начали поклоняться у горы Синай, Эксидас 32 26-29 Исход 32-я глава Эксидас 32-26 29-29 Истал Моисей в воротах стана и сказал Кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны левиены. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны левиены по слову Моисея. И Моисей сказал Сегодня посвятите руки ваших Господу каждый в сыне своем и братья своем. Да не пошлет он вам сегодня благословение. Okay. This sounds sometimes a little bit cruel and erotic to us, doesn't it? Okay. They had to do something which was probably very hard. Because it says here for you were against your own sons and brothers. So it couldn't be easy but it was also that they were learning to obey God above all other things. No, I don't say that we should go around killing people. I don't say that we should go around but I do say that we need to learn what it really means to be obedient. even when the circumstances are difficult or hard. Okay? In this situation just one other thing before we move on. It says the Levites did as Moses commanded and that day about three thousand of the people died. they did it it reminds me of what happened at Pinnicles in the reverse in reverse okay? That day three thousand people found life in Yeshua. Okay? But the Levites reflected the character that was true to the commandment God gave to them. Deuteronomy chapter 13 verses 6 to 11 If you will beg to be a brother and son mother or son or daughter or daughter son or son or or И друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой. Не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать себе среди тебя такого зла. Второзаконие 13, 6, 11. Опять же, я не мотивирую вас выходить отсюда и убивать людей. Но то, что я хочу сказать, что мы должны относиться гораздо больше серьезней к тому, что появляется на нашем пути. К тем испытаниям и искушениям, с которыми мы сталкиваемся на пути. Мы должны быть крайне осторожны ко всем вещам или привычкам, которые пытаются нас увести от Бога и от того, что должно быть посвящено Ему. Здесь написано, если тебя будут звать и идти поклоняться другим Богам, не слушай их и не следуй за ними. В некоторых других переводах здесь используется слово не Богам, а идолам. Другие боги, идолы, это синоним. Каково мое определение слова идол? Многие, когда слышат это слово идол, мы представляем себе какую-нибудь фигурку из какого-нибудь материала, какого-нибудь истукана, перед которой, например, люди кланяются. Как Будда, Кришна и их же с ними. Это большинство из нас представляют у себя в разуме, когда слово слышит идол. Но вот для меня то, что я считаю настоящим определением для слова идол, все, что уводит ваше внимание от Бога. Все. Другие словами, все, что угодно. Если это забирает ваше время, которое вы могли бы посвятить Богу, тогда это можно назвать идолом вашей жизни. Потому что вы, в принципе, поклоняетесь Ему, тратя на это время. Потому что вы, в принципе, поклоняетесь Ему, тратя на это время. Вы посвящаете Ему больше внимания и времени, чем должны Богу. И здесь написано в этом отрывке, что кто бы это ни был, даже самый близкий, и если Он тебя пытается совратить в идолопоклонство, ты должен Его побить камнями до смерти. Пожалуйста, это и для записи тоже. Я не говорю идти бить всех камнями. Чтобы не обвинили меня, что я тут пропагандирую убийство. Это не вопрос убивания людей. Это вопрос быть серьезными в наших взаимоотношениях с Богом. И это значит отложить, оставить в стороне все, все, что забирает, что бы это ни было, ваше внимание и время, и уводит вас от Бога. И вот с этими ситуациями вам необходимо быть очень серьезными и такими жесткими. Помните, Ешуа говорил, если ваш глаз соблазняет вас, вырви его вон, и проще тебе, одноглазому, войти в Царствие Божие. И то же самое руки касалось. Я не думаю, что он прям буквально имел в виду вырви глаз и войди инвалидам, но я думаю, что он показывал серьезность в принятии решений. Окей? Ешуа upheld the principle behind this commandment. I'm sorry. Ешуа upheld, he supported the principle behind this commandment. Ешуа, он сопровождал принципами, рассказывал принципы, которые идут за этими заповедями. Когда он говорил нам, помните, когда он говорил, что тот, кто ставит свою семью дороже, чем его, не достоин следовать за ним. Матфея, 10 глава, 37, 38 стих. Матфея, 10 глава. Матфея, 10 глава. 37, 38. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Ибо кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Здесь Ешуа говорит, «Послушайте, мне нужно все ваше внимание». Лука, 14 глава. 26 и 27. «Кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Здесь он показывает, насколько серьезно он к этому относится. Он говорит, «Если вы не можете поставить Ешуа в своей жизни на первое место, вы не можете быть его учеником». Причина, почему я настолько серьезно говорю об этих вещах потому что я думаю, что в нашем таком христианском сообществе мы очень легко отвлекаемся и ведемся за вещами. и очень легко позволяем чему-то другому быть важным в нашей жизни и занимать место, которое должно принадлежать Ешуа в наших жизнях. И я не говорю это каждому здесь сидящему или тех, кто будут смотреть нас на видео, но я это говорю в свою личную жизнь очень много. Что мне самому нужно действительно следовать этим принципам, что Ешуа должен быть во всем первым. Возьмем перерыв сейчас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok